В любом случае мы ему 5 тысяч возвращаем, перечисляем на лицевую карточку, а 25 тысяч только перечисляется в бюджет, то есть за вычетом той суммы НДФЛ, которая подлежит возврату налогоплательщику. Если у налогового агента недостаточно денежных средств для того, чтобы вернуть в течение трех месяцев эти средства, то налоговый агент пишет заявление в налоговые органы на возврат излишне удержанных сумм НДФЛ. При этом помимо заявлений он должен предоставить туда налоговые регистры по данному сотруднику и все документы, подтверждающие перечисление НДФЛ в бюджет. И уже налоговые органы будут возвращать денежные средства налоговому агенту в соответствии с 78-й статьей Налогового кодекса. То есть в течение месяца они должны провести проверку и вернуть эти денежные средства. За этот период, пока налоговые возвращают эти деньги, налоговый агент может за счет собственных средств перечислить своему налоговому платежику эти денежные средства. То есть раньше за счет собственных средств у нас НДФЛ не разрешалось возвращать, а теперь законодатели нам разрешили возвращать НДФЛ за счет собственных средств. То есть пока нам его великие не вернут, мы можем свои деньги отдать, а потом получим их от налоговых органов. Это вот такой порядок расписан излишнеудержанного НДФЛа. Это пункт 1.231 статьи. В пункте 2.322.231 статья говорится о том, как возвращается НДФЛ излишнеудержанный для иностранцев. Мы с вами знаем, что у нас есть налоговые резиденты и неналоговые резиденты. Неналоговые резиденты, те, которые находились на территории России менее 183 календарных дней, им доходы облагаются по ставке 30%. Потом, когда статус их меняется, мы это проверяем в каждой месте, мы начинаем исчислять НДФЛ уже по 13% с каждого их последующего дохода. И до 1 января 2011 года мы могли вернуть им излишнеудержанную сумму НДФЛа. Что с 1 января 2011 года? С 1 января возврат иностранцам излишнеудержанного НДФЛ производится только налоговыми органами. Организации больше ничего нашим иностранцам не возвращают. Они по окончании года должны сдать налоговую декларацию, налоговые органы, предоставить документы, подтверждающие о том, что у них поменялся статус, резиденты, нерезиденты, и налоговые органы возвращают им эти денежные средства. Соответственно, в течение трех месяцев проводится камеральная проверка по нему, а обращается он в налоговые органы по месту регистрации, либо по месту пребывания, где он зарегистрирован. И 3 месяца проводится камеральная проверка, а потом он пишет заявление и в течение месяца ему возвращается. Может, конечно, сразу декларацию подать и заявление писать, тогда на один месяц срок сократится. Закончилась камеральная проверка, и они как бы должны возвратить ему эти деньги. Организация с 1 января 2011 года никакой возврат больше не производит. В отношении пересчета, я думаю, что пересчет организация тоже никакой не производит. Вот она учитала доходы по 30%, допустим, до июня месяца, потом с июня месяца у него по 13%. Все это так и остается, потому что если мы сделаем с вами пересчет, у нас поползут все данные, у нас будет несоответствие между удержанным налогом и суммой начисленным налогом. Поэтому у нас как и есть в бухгалтерском учете, в налоговом отчете все остается. Год закончился, мы уже как бы забыли про это. Как бы два... С одной стороны, это вроде плюс для организации, она больше не производит пересчет и возврат излишне удержанного ДФЛ, а с другой стороны, это минус для иностранных сотрудников. И каждый иностранный сотрудник пойдет у нас с вами в налоговую, будет подавать декларации и ждать возврата излишне удержанного ДФЛ. В отношении имущественного вычета тоже 220-ю, там как бы больше с возвратом связано, поправку. 220-ю статью внесли поправку. Значит, что у нас имущественный вычет, когда с вами предоставляется двух случаев. Когда мы продаем имущество, да? Если у нас владеем больше трех лет, то вычет в полном размере, а если менее трех, то по недвижимости у нас с вами миллион вручек предоставляется, а по движимому имуществу 250 тысяч. И когда мы приобретаем с вами недвижимое имущество плюс земельные участки под строительство, да, с 1 января 2010 года тоже земельные участки туда относятся, то в данном случае мы имеем право на имущественный вычет в размере 2 миллионов рублей. И вот какая ситуация происходит на сегодняшний момент, и в 2010 году была? 2 миллиона за что? Наши расходы, ну как бы вот мы выдаем, наши доходы уменьшаются на 2 миллиона за что? Землю, 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 землю. Если мы купили квартиру, дом, землю, подстроили, то есть два варианта. Один продаем, это миллион и 250 тысяч, а второй вариант, когда мы строим и покупаем, это 2 миллиона. Что у нас там? Какая ситуация была ли в 2010 году? Значит, допустим, сотрудник пришел в середине организации, мы же как можем имущественный вычет получить? Мы можем обратиться в налоговую орган с документами, они нам дают уведомление на подтверждение, что мы имеем право на имущественные вычеты, мы с этим уведомлением отправляемся в свою организацию, который указывает на уведомление, и работодатель предоставляет нам вычеты. Либо по окончании года мы можем обратиться с декларацией в налоговую орган, и они будут нам предоставлять имущественный вычет. Вот когда мы обращаемся к работодателю? Бывает такая ситуация, что, допустим, в мае месяце он принес уведомление, и с мае месяца мы должны как бы предоставлять ему имущественный вычет, но бухгалтер забыла, ну, допустим, два месяца или месяца там не предоставляла и исполнила. Вот эта сумма двух вычетов, которые не были использованы в мае и в июле, допустим, два месяца, она уже будет считаться как излишне удерживая и будет возвращаться на основании 231 статьи, то, что мы с вами записали. А в отношении другого, остального имущественного вычета, если он в обычном порядке, Минфит считает, какая ситуация у налогоплательщиков, что если мы принесли уведомление, допустим, в мае месяце, то организация должна пересчитать все доходы и предоставить имущественный вычет за весь период, с учетом дохода за весь календарный год. На самом деле это неправильно. Минфит говорит о том, что те суммы НДФЛ, которые были удержаны до предоставления уведомления на имущественный вычет, не являются излишней удержанной. Они нормально удержаны НДФЛ. Когда мы приносим уведомления к работодателю, то начиная с месяца, когда мы получили это уведомление, мы начинаем предоставлять ему до конца налогового периода этот имущественный вычет. Год закончился. Если мы не предоставили, вернее, он не использовал наш имущественный вычет, то он опять отправляется в налоговую, либо сдает декларацию и просит возврата всего имущественного вычета, либо берет новое уведомление и опять приходит к нам, и мы начинаем дальше ему предоставлять имущественный вычет. У нас же имущественный вычет предоставляется без ограничений, сроков, до тех пор, пока мы с вами его не получим полностью. Мы можем написать заявление, сказать, что в этом году нам не предоставляем имущественный вычет, а в следующем году предоставляем. То есть это право налогоплательщика, и в отношении имущественного вычета он может его использовать. А если через налоговый, то это по 3НДФЛ тоже человек? Да. 3НДФЛ плюс все документы, подтверждающие предъявленные расходы, либо что-то на кухню пошло. И вот эти 2 миллиона, то есть бессрочно можно задействовать, где-то все? И они возвращают согласно доходу, да, человека? Ну хотя я как бы не знаю, может быть, по законодательству согласно доходу. Больше чем доходу, вам не предоставить все равно этот вычет. А мне тут рассказали случай, что уже на семинаре, что не знаю каким образом, девушка была в декретном отпуске, у нее не было доходов, она пошла в налоговую с этой декларации, и ей предоставили вычет в полном размере. То есть, вот убеждали, что так было. Просто с помощью этого человека. Я тоже слышала, что беременную... Именно беременную? Нет, не беременную, а мамашке подходит. То же самое. Когда доходы нет. Вычет не предоставляет, когда нет дохода. Они мне убеждали, что им за предыдущие там вообще 10 лет назад привязаны. Не знаю. А вот ипэйс, у него тоже получается не неправ, да? Почему? Ну, 13 процентов не хватит, чтобы не было. Да, у нас вычет предоставляется только с тех доходов, которые облагаются по ставке 13 процентов. Если вы получаете доход по ставке 12 процентов, то в данном случае вы имеете право и на стандартные, и на социальные, и на профессиональные, и на имущественные. Если какие-то другие доходы, допустим, сотрудник получил дивиденды, да, по результатам года, дивиденды облагаются по ставке 9 процентов. То, соответственно, вот стандартные вычеты ему уже за эти периоды предоставляться не будут. Ну, например, смотрите, стандартные вычеты назвали на себя и на ребенка, да? На себя 400 рублей до 40 тысяч рублей, и тысяча на ребенка до 280 тысяч. Значит, у сотрудника зарплата, допустим, 60 тысяч в месяц. В январе он получает вычет на ребенка, однозначно, да, тысяча рублей. Потом, допустим, январь, февраль, марта это 180 тысяч. И в марте ему выплачивают дивиденды, миллион рублей. То есть у него получается миллион сто восемьдесят в марте доход. Соответственно, ему стандартный вычет уже не предоставляется. Понятно? Мы только те, которые доходы у нас по ставке 13 процентов. Дальше по НДФЛ, что еще? Еще интересное как бы письмо хотел обратить ваше внимание. Нужно ли удерживать НДФЛ при аренде квартиры для иногородного работника? Очень часто заключаются трудовые договоры, да? Приглашают иногородных сотрудников либо там из других регионов, или иногородные тоже регионы. И им предоставляют квартиру. Стоимость квартиры оплачивается работодателем. Вот нужно ли в данном случае удерживать НДФЛ сотрудника? И Минфин еще раз уже в 2011 году выпустил письмо, в котором сказал, что в данном случае НДФЛ все равно должен начисляться с стоимости этой квартиры. То есть сотруднику предоставлена оплата труда в натуральной форме. И в этом случае с нее должен быть уже удержан НДФЛ в общеустановленном порядке. При этом как бы есть судебная практика и в 2010 году и в 2008 году, которая рассматривает предоставление квартир своим сотрудникам как компенсации, связанные с переездом из другой местности. У нас же в 217 статье по НДФЛ, в общем, 217 это доходы, не приближающие обложению НДФЛ. Там есть доход в виде компенсации, связанной с переездом. И в зависимости от того, в каком размере это оговорено в договоре, да, эта сумма не облагается НДФЛ. И суд, суды и судебные решения 2010-го и там ранние годы, они как бы подтягивают вот эти квартиры именно компенсации, связанные с переездом, и говорят, что это не облагается. Но на самом деле, мне кажется, что все равно это облагается НДФЛ, потому что это оплата труда в натуральной форме. Тем более, если это работодатели, это оплачивает эти расходы. Во-первых, я думаю, что по налогу на прибыль их сложно признать. Можно, конечно, доказать, но только через то, что в трудовом договоре это будет прописано, что это как часть оплаты труда. Мы можем с вами ведь оплату труда и денежной сумме предоставлять и в натуральной, введенными более 20%. Вот если хотите признать по налогу на прибыль, то лучше всего вот эту квартиру включить в эти 20% натуральной форме. То есть повысить заработную плату, часть будет денежные средства, часть – квартира. Тоже будет, конечно, облагаться НДФЛ, по крайней мере, можно будет учесть по налогу на прибыль. А вот если просто мы хотим, предоставляя пожелания иногородным сотрудникам квартиры, то здесь по налогу на прибыль, я думаю, сложно будет отстоять эти расходы. Письмо. Винфин, 17 января 2011 года, номер 03-04-06-1. Вопросы есть по НДФЛ еще? По изменению участки высказали только 60 рублей, да? Ну да. И то, имущественное вычет предоставляется только в том случае, если у вас зарегистрировано право собственности, да, на эту квартиру и дом для этого участка. Только когда это право получается, нам нужно. А вот имущественный вычет по квартире, когда считается, ну, или считаете, потому что, например, есть эксельная система приобретения квартир? Вот когда покупается эксель, который потом в счет квартиры засчитывается, это, считаете, уже момент приобретения или момент приобретения, когда ты право собственности получаешь? Ну, там как бы, да, когда право собственности, вексель не будет считаться моментом, да? Единственное там, сейчас не могу сказать точный нюанс, там связаны именно с квартирами, когда есть акт приема и передачи, по-моему, вот этой квартиры. Дом сдан, да, да. Дом сдан, вам же, как бы, вот застройщик сдает этот акт, выдают акт, а, как бы, организацию, которую вы покупаете, она вам как физическому лицу передает акт. Далее, на что мы с вами обращаем внимание, это налог на прибыль, 25-я глава, те поправки, в которых вступили в силу с 1 января 2011 года. Значит, такая ситуация. На сегодняшний момент, новая форма декларации по налогу на прибыль. Форма утверждена приказом группы ФНС, прошла регистрацию в Мингусте. И, вроде бы, везде пишут, что мы должны сдавать уже за 2010 год налог на прибыль по новой форме. Но есть небольшой нюанс. Дело в том, что данная форма не опубликована в газете. Да, у нас там российские ведомости. Да. А у неё публикации... Да, бумажно будем старые позабыть, а вот так сколько уже? Не берёт старые, да? Ну, а вот такой нюанс, да, то, что она не опубликована. На самом деле, по российскому здесь опубликован приказ о том, что, да, старая норма, старая форма больше не действительная, не должна применяться с 2011 года, ну, с отчетности за 2010 год. А новая форма не опубликована. Она утверждена в Мингусте, всё. Это приказ. Смотрели эту форму? Приказ ФНС под 15-12-2010 год. Номер те же ММВ, тире 7-3, дробь 730, собачка. Значит, она не содержит каких-то существенных изменений на что бы там. Там изменения связаны с реализацией ценных бумаг, да, которые вращаются на рынке ценных бумаг. Поправки есть в титульном листе, но заполняются эти поправки для реорганизованных организаций, плюс поправки, да, подведут строки для обособленных подразделений, для их НКПП. Больше такого ничего существенного нет. На что нужно обратить внимание, кроме декларации, теперь есть приложение. Оно так и называется приложение, и там заполняются доходы, которые не учитываются при расчёте налога на прибыль. И доходы, которые учитываются при расчёте налога на прибыль для отдельных налогоплательщиков. Вот слово «для отдельных налогоплательщиков», оно как бы не очень понятно, потому что, как я поняла, в доходах отражается, помимо того, что, ну, как для Олимпиады там отражаются доходы, да, организация, которая осуществляет работу и услуги, связанные с Олимпиадой, по Сколково там не облагается, и плюс там есть доходы, которые получены как безвозмездно. То есть вот безвозмездно полученные доходы, это как бы относится для всех организаций, да. Все, у кого есть такие доходы, должны как бы обратить на это внимание. Я к чему говорю? К тому, что всё равно, пусть мы не Олимпийцы там, не Сколково, но всё равно нам нужно обращаться к этому приложению, обязательно посмотреть, что нам там, может быть, что-то нужно с нашей стороны заполнить там тоже. В отношении расходов, я думаю, что это ко всем, потому что здесь, смотрите, есть амортизация с применением, форменная одежда, средний заработок при выполнении общественных обязанностей, добровольное страхование, проценты позаимных сотрудников, недостачи. То есть вот такие разделы в составе расходов. Опять к тому же, что когда заполнять декларацию будет в 2050 год, если по новой форме, то обратите внимание, может быть, вам тоже нужно в этом приложении что-то заполнить. Далее, по налогу на прибыль. Значит, основное изменение, это у нас касается основных средств. Для цели налогного учёта 256-257 статьи налогового кодекса, где определяется, что является у нас с вами амортизированным имуществом. Амортизированное имущество или то имущество, которое принадлежит нам с вами на праве собственности, используется в предпринимательской деятельности, срок полезного использования более 12 месяцев и первоначальная стоимость более 40 000 рублей. То есть с 1 января 2011 года стоимостной показатель для основных средств составляет 40 000 рублей. Для целей бухгалтерского учёта у нас с вами ничего не изменилось. Поэтому на сегодняшний момент у нас с вами возникают разницы по основных средств для целей бухгалтерского учёта и налогового учёта. Потому что в бухгалтерском клубу 6 у нас всё равно только 20 000 по организации. И прописывая и не прописывая в учётной политике они всё равно останутся 20 000. А в налоговом учёте мы с вами должны внести в учётную политику изменения и написать, что теперь первоначальная стоимость основных средств 40 000 рублей. Возникают разницы. Следующая поправка – это связанные с процентами по кредитам, которые мы с вами получаем в иностранной валюте. Напомню вам, 269-я статья налогового кодекса. Когда мы с вами заключаем договоры на кредиты и займы, то, как правило, у нас с вами возникают расходы в виде процентов по данным кредитам и займам. Для цели бухгалтерского учёта мы с вами в полном размере всё принимаем, а для цели налогового учёта у нас с вами идёт нормирование. И если брать 269-ю статью целиком, ну как бы в общем основные моменты, то когда мы заключаем договоры на кредитные займы в российских рублях, в данном случае при нормировании, при определении предельной величины процентов, мы должны ставку рефинансировать и умножить на коэффициент 1,1. Если мы не заключаем договоры в иностранной валюте, то это 15%. Подождите, это норма. Но дальше у нас с вами есть переходные моменты. На 2011 год. Если мы заключаем договоры в российских рублях, то при расчёте предельной величины мы с вами ставку центра банка умножаем на коэффициент 1,8. Это действует до 2012 года. Если мы с вами заключаем договоры в иностранной валюте, то мы ставку рефинансированную умножаем на коэффициент 0,8. То есть на целых 0,8. Вот эта ставка коэффициент 0,8 применяется для всех договоров, независимо от момента заключения. Либо это старые договоры, либо это заговоры, которые мы с вами заключаем в 2011 году. Когда мы в расходах по налогу на прибыль рассчитывали предельную величину по иностранным договорам, договорам с иностранцами по кредитам и займам, в данном случае мы ставку рефинансированную умножаем на коэффициент 0,8. Что еще тут нужно сказать? Обращаю ваше внимание, что когда мы говорим о процентах по кредитам и займам, у нас с вами два момента, на которые нужно обратить, когда мы смотрим договоры кредитования. Значит, во-первых, когда мы рассчитываем проценты, у нас два варианта и один из способов признания расходов мы должны с вами закрепить в учетной политике. У нас есть первый способ, это на основании процентов по сопоставимым договорам, то есть мы должны в учетной политике определить себе сопоставимость этим договорам, определить среднюю величину по этим сопоставимым договорам, исходя из этой величины процентов рассчитывать предельную величину процентов. И второй вариант, который очень часто используется в организациях, как правило, используется в организациях, это когда мы берем ставки рефинансирования и умножаем на этот центр. На что здесь хотелось обратить ваше внимание? Что если мы заключаем договор, и в этом договоре кредитования содержится условие об изменении ставки рефинансирования, изменении процентной ставки по кредитам и договорам, но, как правило, это договоры с банками, кредитный договор, они всегда пишут, что величина процентов в ставке процентов изменяется, исходя в результате изменения ставки рефинансирования. Вот если такие условия в договоре прописаны, то в данном случае, когда мы определяем предельную величину по процентам, мы должны брать ставку рефинансирования на конец каждого отчетного периода, либо на конец каждого месяца. Если мы с вами заключаем договор, в котором нет условия об изменении процентной ставки, в данном случае мы с вами берем ставку рефинансирования на момент заключения договора. Это характерно, обращая ваше внимание, для договора взаима, потому что, как правило, договор взаима не содержит никаких пунктов по изменению процентов по предоставленным займам. Банки всегда это вставляют. Поэтому, если у вас договор взаима, обратите внимание, и тут в общем большинстве случаев приходится рассчитывать все ставки, которые действуют на момент заключения договора. Что у нас является датой заключения договора по кредитам, а что по заиму? Если мы с вами заключаем договор кредита, то в данном случае дата его заключения является дата подписания. Если мы с вами заключаем договор заново, то в данном случае дата заключения договора будет являться дата поступления денег на расчетный счет. Как только деньги поступили, с этой датой мы будем отталкивать. Это будет дата, на которую мы возьмем с вами ставку Центробанка для того, чтобы рассчитать на деньги уличного процента. Значит, на что еще здесь обратить внимание по проценту? Есть такая, немножко сложилась на сегодняшний момент, рисковая ситуация. С чем она связана? Порядок признания процентов. Дело в том, что если мы с вами смотрим 271-272 статья налогового кодекса, которая определяет дату признания доходов и дату признания расходов, но мы говорим сейчас о процентах по кредиту, поэтому говорим только по 272-й статье, дата признания доходов по процентам, то в данном случае в налоговом кодексе четко прописано, что это последнее число каждого месяца. То есть в налоговом вычете проценты мы признаем каждое число последнего месяца. И вроде бы Минфин выпустил в 2010-м мне одно письмо, которое говорило о том, что каждый месяц мы признаем проценты по кредитам и занятиям. Дальше произошла очень странная ситуация. В конце 2010-го года Минфин выпустил еще одно письмо. Сложилась такая ситуация. Налоговики пришли на проверку в организацию. В организацию заключен договор займа. И в этом договоре займа прописано, что проценты выплачиваются на момент возврата займа. Дальше. Налоговики оштрафовали организацию и выкинули эти расходы. А организация в свою очередь признавала проценты по кредитам каждый отчетный месяц. То есть как говорит нам налоговый кодекс. Налоговики выкинули эти расходы и сказали, что вы должны признать были расходы на дату выплат этих процентов. Когда вы погасили эти проценты, тогда должны признавать. Почему они это сказали? Потому что в 2009 году Минфин был постановлением президенту высшего арбитражного суда. И арбитражный суд как раз рассматривал этот вопрос по признанию процентов. И сказал, что если в договоре условия содержат выплаты процентов на дату погашения займа, то в данном случае вы их должны признавать в расходах на дату погашения займа. Почему? На что они оперируют? На то, что в 328 статье налогового кодекса. Это статья, которая определяет порядок налогового учета расходов по долговым обязательствам. То есть наши с вами проценты. Там говорится о том, что расходы признаются в зависимости от условий договора. То есть опять, как всегда, у нас противоречит 272 статья и 328 друг другу противоречит. И когда президент Вассе выпустил свое решение, оно опиралось именно на 328 статью и сказал вот такую ситуацию. Причем Минфин после этого президент выпустил не одно письмо. Я уже говорю, даже налоговики выпускали письмо, которое говорили, что надо руководствоваться письмом Минфина признавать проценты по кредитам на дату, на последнее число каждого месяца. То есть делайте так. И ситуация такая. Налоговики пришли и признали эти расходы не завернули. То есть эти расходы, когда организация признавала каждый месяц. И сказала, что нужно руководствоваться президентом высшего арбитражного суда. Многоплательщик написал письмо в Минфин и задал вопрос, что делать? И при этом организацию привлекли к ответственности. Что делать? На что Минфин выпустил очень странное письмо. Он написал, что органовоплательщики должны руководствоваться документами высшестоящих инстанций. То есть должны руководствоваться постановлением президента высшего арбитражного суда. А письма Минфина и письма налоговиков носят у нас разъяснительный характер. Так прописано в налоговом кодексе. Но при этом они сказали, что если организация в данном случае руководствовалась письмами Минфина, она не привлекается к ответственности. То есть понятна ситуация, какая сложилась в сегодняшний момент в отношении признания расходов. То есть она очень рискованная. А как лучше правильно прописать? Лучше в договоре прописать, что проценты выплачиваются, начислять вверх и месячных. Если уже договора старые, то это прописано? Нельзя? Допсоглашение? Может быть, не надо. Либо до соглашения, либо остается, опять же, руководствоваться письмами Минфина. И это зависит, опять же, от вашей налоговой. Налоговы сами писали, что нужно учитывать в соответствии с письмами Минфина ежемесячно. Но вот тут пришли и оштрафовали организацию. Это зависит, во-первых, от налоговой, которая будет вас прижать. А во-вторых, все-таки, я думаю, что надо руководствоваться письмами Минфина. Потому что 272-я статья, там четко прописано. Каждый месяц признаем расходы по кредитам и заим. То есть альминалозу два числа, это штрафный угол, да? Как это соответствует? Штрафный угол. Ну да, потому что мы с вами руководствуемся письмами Минфина по данному вопросу. А письм очень много именно на каждый месяц. А вот вообще, в плане ответственности, это по любым письмам, любые, или не только в частности? Нет, нет, но у нас налоговый фотос в первой части, по-моему, 11-й статье или в 7-й статье, в первой части прописано, что если организация выполняет разъяснение Минфина, и эти разъяснения соответствуют тому периоду, по которому у вас там вопросы, и несмотря на то, что это письмо адресовано неопределенному группу лиц, то организация не привлекается к ответственности. Ну как бы штрафа не будет, налог бы начислить, а штрафа не будет. А можно еще сказать, вот такая ситуация, ну сделали вот соглашение, изменили, да, что проценты выплачиваются ежемесячно, а они на самом деле не выплачиваются. Это чем-то грозит? Ну а вы начисляете, а чем тут грозит? Ваш взаимодавец, который не претендует, он же не назначает вам штрафные санкции. В тот же момент начисления они выкрутывают, и выкрутываетесь все равно потом. Просто они убисят у вас, как задолженность. Продолжение следует... Продолжение следует...